Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не являетесь нашим подписчиком, мы бы рекомендовали подписаться, поскольку на нашем канале вы найдете большое количество интересной, а главное полезной информации о том, что касается выбора и приобретения поддержанного авто, в том числе и обзора на машины, причем в разном формате, как в формате тест-драйвов, так и в формате обзоров технических, где мы подробно рассказываем про те или иные автомобили, показывая их на подъемнике. В нашем сегодняшнем обзоре мы затронем довольно интересный и неформатный автомобиль. Машин этих на вторичке не очень много по сравнению, допустим, с корейскими, либо японскими конкурентами, но цены на поддержанные экземпляры бывают достаточно интересными и вкусными. Поэтому в нашем сегодняшнем ролике мы попробуем разобраться, что представляет собой подобный автомобиль, чего ждать от него в подержанном виде и на какие вещи стоит обращать внимание при выборе подобного экземпляра. Встречайте, Cadillac SRX второе поколение. Cadillac SRX второго поколения появился в 2009 году. На российском рынке автомобиль начал продаваться на год позже, в 2010. До 2012 машины выпускались в так называемом дорестайлинге с 13 по 17, то есть вплоть до завершения выпуска шли рестайлинговые автомобили, которые получили легкие изменения внешности и дополнительный силовой агрегат. Кстати, о выборе силовых агрегатов. На дорестайлинговых машинах его просто не было. Один единственный вариант был купить автомобиль с двигателем 3 литра бензин под капотом на 265 лошадиных сил. На рестайлинговых же машинах агрегат подправили в угоду нашему налогообложению 249 лошадей. Хотя на других рынках этот агрегат на рестайлинговых авто выдавал порядка 270 лошадок. Также добавился агрегат увеличенного рабочего объема 3,6 литра на 313 лошадиных сил. Коробки передач только автоматические. Классический гидромеханический автомат на 6 передач, ну а привод у SRX второй генерации мог быть только на все 4 колеса. Наш сегодняшний экземпляр 2013 года. Трехлитровый мотор, 271 лошадиная сила, записанная в паспорте транспортного средства, автомат и полный привод. У себя на родине Cadillac SRX второй генерации позиционировался как компактный кроссовер, но при первом взгляде на автомобиль становится понятно, что компактность его весьма относительна. Длина этого автомобиля 4,83 метра, ширина 1,91 метра, а высота 1,66 метра. Колесная база здесь, кстати, длиннее, чем на иных седанах бизнес-класса, 2 метра 80 сантиметров. Приличный дорожный просвет, низкие точки под бамперами мы еще промеряем чуть далее по ходу этого обзора. А также, как ни странно, довольно большой вес для машины этого класса. 2 тонны 50 килограмм снаряженная и максимально разрешенная 2,5 тонны. Само собой, разумеется, большая масса автомобиля вносит поправки и в динамические характеристики. С максимальным 3,6 литра мотором этот автомобиль разгоняется до первой сотни за 8,1 секунды, а с двигателем объемом 3 литра, который поскромнее в плане отдачи в лошадиных силах, за 8,6-8,7 секунды. Цифры эти не шокирующие, но в целом вполне достаточные для обычного потребителя. Ну а теперь поговорим про кузов с точки зрения качества лакокрасочного покрытия, его толщины и сопротивляемости к коррозии. Изначально Cadillac SRX окрашен достаточно качественно. Слои окраса от 100 до 150 микрон, если, конечно, речь не идет про редкие случаи двойной покраски с завода, когда еще на сборочной линии исправлялся какой-либо дефект. Однако годы, прошедшие с момента выпуска подобных машин, вносят свои коррективы, и со временем можно столкнуться с дефектами лакокрасочного покрытия. Говорить про тускнеющий и облезающий хром на элементах внешнего декора мы не будем, поскольку подобное встречается не только на Cadillac, а, наверное, практически на любом современном автомобиле. Но вот сюрпризом для большинства владельцев подобных авто было появление коррозии на клюве капота, который вообще-то сделан из алюминия и, по идее, не должен был подкидывать подобных сюрпризов. Тем не менее, автомобили с перекрашенным по гарантии капотом встречаются в продаже достаточно большое количество. Так что имейте в виду, что наличие косметического окраса по передней части капота на SRX не обязательно обозначает аварийное прошлое автомобиля. Второе проблемное место на возрастных SRX в плане коррозии – это задние арки. Проблема в том, что, в отличие от низа дверей и порога, на арках здесь нет никакой пластиковой защиты, и весь пескоструй, а также камни из дорожного покрытия летят прямо по отбортовке. Естественно, повреждается ЛКП, и это место очень быстро становится очагом начинающейся коррозии. Так что не стоит удивляться и наличию на SRX косметических перекрасов задних арок. Это в порядке вещей. Если же вам посчастливилось купить подобную машину в родной краске и при этом без следов повреждения ЛКП, не поленитесь потратиться на дополнительную антикоррозийную защиту. Ну и в завершение. Естественно, при осмотре автомобиля не всегда получится демонтировать с кузова пластиковые элементы. Но, во всяком случае, при осмотре машины с подъемника постарайтесь максимально внимательно осмотреть днище и пороги, поскольку под пластиковыми накладками встречаются случаи поражения коррозии и достаточно обширные. Особенно это касается экземпляров первых лет выпуска. Что касается прочих моментов, связанных с кузовом, таких как, например, запотевание передней оптики, встречающейся на некоторых экземплярах, либо как вариант отказ трапеции стеклоочистителей, либо моторчика и омывателя, то нельзя относить это к сколь-нибудь серьезным системным проблемам. Особенно с поправкой на возраст этих автомобилей на вторичке. Тем более, что подобные вещи диагностируются легко. При осмотре SRX также обращайте внимание на исправность кнопки электрозамка багажника, подобно тому, как это нужно делать, выбирая, например, Chevrolet Cruze, либо Ford Mondeo. Перед тем, как поговорить про салон данного автомобиля, давайте заглянем в багажник. Багажник у Cadillac SRX на самом деле по меркам кроссоверов не такой уж и маленький, но и не сказать, чтобы особо огромный. Порядка 830 литров. Это если говорить про объем. Но более наглядно мы можем посмотреть габаритный размер багажного отделения с помощью обычной рулетки. Ширина проема багажника в данном случае порядка 105 сантиметров, а длина при поднятых спинках задних сидений это порядка 100 сантиметров до края и чуть меньше по верхней части. Ширина же багажника посредине это порядка 113-112 сантиметров. В принципе, довольно вменяемые цифры. Под фальшполом багажника в данном случае под пенопластовой прокладкой у нас хранится запасное колесо в форме докатки, буксировочная петля и присутствуют два небольших ящичка по левой и правой стороне на полу багажного отделения. Правда, сложить туда можно либо что-то очень мелкое наподобие, например, колесных болтов или гаек, и практически ничего серьезных габаритов. Зато в левой стороне багажного отделения сбоку у нас есть 12-ти вольтовая розетка, куда можно подключить, например, пылесос и дополнительные петли для фиксации груза по задней части. Более никаких особых интересностей в багажнике SRX по большому счету нет. Если же вам надо перевести более объемный груз, вам придется складывать кресло. Причем делать это нужно будет обязательно через задние двери. При сложенных спинках задних сидений объем багажного отделения возрастает уже до 1700 литров, а в сухих сантиметрах по длине до спинки переднего сидения получается порядка 180-182 сантиметров. В принципе, обычные стандартные цифры. Ну а теперь поговорим про интерьер Cadillac SRX. Если почитать старинные обзоры на этот автомобиль, то там практически везде фигурирует тезис о том, что, дескать, в премиальном кроссовере были использованы какие-то дешевые и неподобающие классу автомобиля материалы. На самом деле, оказываясь в салоне этого автомобиля, если говорить про вторичный рынок и про сравнение его, например, со старыми Lexus'ами, либо с корейцами, то здесь все уже не так очевидно. На самом деле, дизайн очень интересный с точки зрения необычности. Вряд ли в каком-то другом автомобиле вы встретите подобное. Что касается материалов, кстати говоря, то при тактильном осмотре выясняется, что хотя часть панели сделана из жесткого пластика, но остальная, большая ее часть, это очень мягкий, очень податливый на ощупь материал, приятный тактильно. Да и отделка сидений на самом деле, несмотря на пробег автомобиля в почти 200 тысяч километров, не представляет собой нечто ужасное и неприглядное. Что касается эргономики, посадки и пространства над головой. На самом деле, по части посадки все достаточно удобно. Мне довольно быстро удалось подобрать хорошую посадку за рулем, рост мой 1,86 метра. И по части эргономики есть пара интересных моментов. Само собой, рулевая колонка в данном случае регулируется. Удивляет то, что регулировка здесь механическая, но спасибо хотя бы подпружиненная. Причем диапазон регулировки рулевой колонки здесь очень большой, по сравнению с некоторыми автомобилями-аналогами. Но помимо регулировки руля, здесь есть еще и регулировка педального узла по вылету. Так же, как это реализовано на Nissan Murano в кузове Z50. Это достаточно неожиданно. В том плане, что на том же Murano у вас есть только регулировка педалей, но нет регулировки руля по вылету. Само сидение водителя здесь оснащено электрическими регулировками. Причем диапазон этих регулировок довольно-таки большой. Если опустить сидение максимально вниз, как вот сейчас, и при этом максимально отодвинуться назад, то, несмотря на то, что я практически уже ничего не вижу из-за края передней панели, при моем-то росте, я могу спокойно вытянуть ноги практически в прямой угол. Интересно также и то, что в Cadillac SRX производитель предусмотрел, пусть и механическую, но все-таки регулировку длины подушки сидения. На водительском кресле передняя часть подушки, правда, вручную, может слегка выдвигаться вперед, обеспечивая вам упор под переднюю часть бедра. Кому-то это может очень пригодиться. Любопытно также и то, что практически все клавиши управления, как на рулевом колесе, так и на центральной консоли, в данном случае сенсорные, то есть физически никаких кнопок здесь нет. Все это появляется при включении зажигания. Но при этом все это реализовано достаточно удобно, скомпоновано логично и, в принципе, после некоторого довольно непродолжительного привыкания вопросов не вызывает. По части обзорности у автомобиля довольно широкие передние стойки, которые явно могут ограничивать обзор при поворотах, узкая линия остекления, создающая ощущение какой-то повышенной защищенности, но, опять же, ценой некоторой отрешенности от мира, и узкое лобовое стекло. Так что, если вы эксплуатируете автомобиль наподобие Subaru Forester в кузове SJ и привыкли к подобной эталонной обзорности, то Cadillac SRX в этом плане может быть для вас прикольным, но не вполне удобным. Что касается бардачков, подстаканников и прочих подобных вещей. Два подстаканника мы имеем в центральной консоли. Сбоку в дверных картах никаких подстаканников нет, но есть своего рода два этажа с мелкими карманами. Один непосредственно внизу и один чуть повыше под подлокотником. Есть удобные отделанные кожи подлокотники. Подлокотник отделан кожей также здесь и по центру. Внутри бокс довольно-таки глубокий, но не очень крупный сам по себе с USB-зарядками и разъемом под AUX. Прикуриватель в этом автомобиле замаскирован очень интересно. Где-то глубоко внутри. Причем при нормальной посадке вы гнездо прикуривателя даже не увидите. Придется туда наклоняться, чтобы что-то в него вставить. Ну и по части основного бардачка в данном случае это практически эталонная антресоль. Мало того, чтобы дотянуться до дальнего угла, вам придется отрывать спину от спинки сидения, так еще и поверхность этого перчаточного ящика изнутри вся оббита материалом, чем-то напоминающим на ощупь бархат. Довольно интересное решение, но что-то подобное мы могли видеть в пепельницах и бардачках, например, автомобилей Mercedes начала 90-х годов. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем сидении. Что касается пространства на заднем сидении, опять же, глядя отзывы про эту машину, можно было прочитать какие-то совершенно панические крики о том, что машина очень тесная, места здесь нет. Так вот, при первом взгляде, поверхностном и по собственным ощущениям, это не так. Расстояние от колен до переднего сидения в данном случае остается, хотя запас и не огромный, но никакого контакта ног с передним сидением в данном случае нет. Нет, в принципе, вопросов и по высоте подушки. Само сидение, кстати, здесь не отформовано, то есть сюда спокойно могут разместиться три человека, хотя среднему, конечно, будет не столь вольготно. Есть у нас большой широкий подлокотник с двумя подстаканниками, с резиновыми фиксаторами для бутылок, либо кружек. Здесь есть дополнительный плоский бокс и, судя по всему, еще и лючок для длинномеров в спинке сидения. Так что на этом автомобиле можно будет уехать вчетвером, скажем, погрузив сюда лыжи или что-то подобное. Спинка заднего сидения имеет и регулировку по наклону, правда, в данном случае оно выставлено в максимально отклоненный назад угол. У задних пассажиров есть, собственно, небольшой кармашек, куда можно положить что-нибудь, например, некрупный мобильный телефон, есть дефлекторы вентиляции, есть розетка на 12 вольт. Ну, а теперь поговорим про подкапотное пространство Cadillac SRX. Как уже было сказано во вступлении, большого выбора агрегатов здесь не было, а на дорестайлинге его не было вовсе. Под капотом этих автомобилей вы могли купить, по сути, один-единственный мотор в двух вариантах исполнения по рабочему объему 3,3,6 литра, соответственно, разной мощности. Трехлитровый агрегат младшей в линейке выдавал 265-270 лошадиных сил. На российских SRX-ах дефорсирован до 249. Ну, а старший 3,6 литра, при том, что конструктивный мотор практически идентичный, выдавал 313 лошадей. В нашем случае это трехлитровый агрегат. Крутящего момента в 300 ньютонометра в принципе для автомобиля, для обычной эксплуатации достаточно. Но с учетом абсолютных цифр разгона и расторопности автоматической коробки передач, для гонщиков эта машина может быть и не совсем подходящий вариант. По конфигурации данный двигатель представляет собой алюминиевую V-образную шестерку. Здесь по два распредвала на каждую голову присутствуют фазовращатели, цепной привод ГРМ, а также система непосредственного впрыска топлива, соответственно, форсунки высокого давления и ТНВД. Этот двигатель носит у себя на родине в Соединенных Штатах Америки и на американских машинах, соответственно, маркировку LFW или LFV, так привычнее уху. Но большинству потребителей на территории нашей страны этот двигатель будет известен под другим названием A30XN и по другим автомобилям, под капотом которых его можно обнаружить. Например, Chevrolet Captiva в кузове C140 или Opel Antara. Куда более распространенная машина на самом деле. С одной стороны удивительно, с другой стороны General Motors концерн глобальный, поэтому и база агрегатов у них тоже вполне себе глобальная, применимая много где. По самому двигателю на самом деле каких-то скользких моментов немного. Есть куда более проблемные силовые установки на гораздо более распространенных и менее экзотических автомобилях. Первый и основной момент, который нужно обязательно проконтролировать при покупке подобного автомобиля, это то, в каком состоянии у него находится механизм ГРМ. ГРМ здесь цепной, цепей три. И к пробегам около 100-120 тысяч километров, в редких случаях под 150 тысяч, эти цепи могут начать растягиваться, что как следствие повлечет необходимость их замены. Причин, почему это происходит, достаточно много. Но самое интересное, что на похожих моторах, например, у Ford цепи ходят гораздо дольше. То же самое касается больших моторов на автомобилях Chevrolet, типа Tahoe, например, где проблемы с цепями практически неведомы собственникам, которые меняют цепи в лучшем случае после капремонта мотора. Но не здесь. Здесь про цепи нужно помнить и на всякий пожарный не полениться прогнать машину через диагностику, дабы не попасть самому на неприятную и небюджетную процедуру. Впрочем, у тех владельцев SRX, кто имел привычку вовремя менять масло, сократить интервалы замены от дилерских рекомендованных до разумных 7-8 тысяч и использовать нормальные горючосмазочные материалы, а также прогревать двигатель при запуске в сильный мороз, в принципе, эта проблема с заменой цепи может отодвинуться и на достаточно долгий срок. Второй момент, связанный с тем, что двигатель здесь с непосредственным впрыском, это нагарообразование на клапанном механизме. И здесь все опять же сводится к интервалам замены масла и использования качественного смазочного материала. Ну и третье, на больших пробегах на этих машинах иногда встречаются проблемы с топливным насосом высокого давления, что в запущенных случаях может приводить к тому, что масло в картере начинает разбавляться бензином. Естественно, ничего хорошего для двигателя подобная проблема не сулит, и при осмотре подобного автомобиля, перед тем, как выдвигаться на нем в сервис, можно хотя бы вытащить щуп и принюхаться. Если масло будет очень сильно отдавать топливом, то будет иметь смысл посмотреть, что происходит с топливным насосом. И последнее, если на этом автомобиле двигатель вдруг начал работать неровно, плавают обороты, появляется троение, либо пропуски тяги под нагрузкой при разгоне, имеет смысл посмотреть в сторону клапанов VVTi, которых здесь 4 штуки. Но в остальном, в том, что касается, например, поршневой группы, эти двигатели держатся молодцами. На самом деле, каких-то глобальных проблем по ним нет. Пробег, который подобная силовая установка может отбегать, естественно, заявлен производителем на абсолютно скромных 250 тысячах, но на практике эти моторы выхаживают за 300-350 тысяч при условии должного ухода за ними. Кстати говоря, в пару этому двигателю на Cadillac SRX трудится очень неплохая гидромеханическая автоматическая коробка 670, шестиступка с очень большим ресурсом. У аккуратных водителей, которые будут менять рабочую жидкость в трансмиссии хотя бы раз в 80 тысяч километров и не допускать ее перегрева, то есть следить за системой охлаждения КПП, эта коробка проедет больше 300 тысяч и, как говорится, без всякого напряга. Сам двигатель здесь, кстати, тоже перегрева не любит. И если вы абсолютно не смотрите за чистоту и исправностью системы охлаждения, рано или поздно вы здесь столкнетесь с появлением расхода масла на угар. Ну и перед тем, как посмотреть на автомобиль снизу с подъемника, давайте вооружимся рулеткой и глянем, как же обстоят дела с расстоянием от земли до нижних кромок бамперов и порогов. До заднего края переднего бампера от земли порядка 20 сантиметров, но нижняя точка в данном случае это кусок пластиковой защиты, который отстоит от асфальта всего на 18 сантиметров, что и, собственно, нашло отражение в виде характерного повреждения от заезда на какое-то высокое препятствие. По порогам до кромки порога за задним колесом 25 сантиметров, до задней кромки порога порядка 28 сантиметров и задний бампер это вполне себе взрослые 32 сантиметра. Но помните о том, что на днище автомобиля есть куда более низковисящие элементы. Та же выхлопная система, лонжероны, рычаг, защита и, естественно, банк оглушителя. Однако, в целом, по легковым меркам, дорожный просвет SRX, который, кстати, никогда не претендовал на звание полноценного внедорожника, вполне достаточный. По крайней мере, каких-то проблем при парковке в городе с бордюрами и нечищенными дворами на этом автомобиле у вас точно не будет. Ну, а теперь посмотрим на Cadillac SRX снизу. Что касается подвески, то по своему устройству в передней части у нас используется MacPherson, ну, а сзади подвеска, соответственно, на рычагах. По ресурсу компонентов подвески Cadillac SRX на самом деле весьма-весьма крепкий среднячок. Подвеску хлипкой назвать, но уж точно не получится. В среднем, по статистике, ресурс компонентов передней подвески это свыше 120 тысяч километров, 120-140 до появления необходимости первых замен, например, сайлент-блоков либо шаровых опор. Единственное исключение это стабилизатор поперечной устойчивости. Компоненты стабилизатора, особенно на дорестайловых машинах, могли сдаться где-то на пробеге 60-80. Но, опять же, все зависит от того, на каких дорогах и в каком режиме конкретный автомобиль эксплуатировался. Что касается рулевого управления, то сама рейка на SRX изделия весьма и весьма крепкая. И к каким-либо проблемам на пробегах до 200 тысяч километров не сказать, что бы сильно предрасположенная. Но гидроусилитель руля в данном случае имел, опять же, на машинах ранних серий склонность к протечке масла по шлангам. Так что, на всякий случай, при осмотре SRX на то, чтобы система гидроусилителя нигде не подтекала, нужно обратить особое внимание. Как и на саму его работу. Исправный усилитель на SRX практически не оставляет вам ни малейшего шанса почувствовать происходящее с колесами. Руль на нем очень легкий и вращается в буквальном смысле одним пальцем. Что касается задней подвески SRX, то выглядит здесь все более чем внушительно с соответствующим ресурсом. Ранее 200 тысяч километров пробега, опять же, в задней подвеске этих автомобилей обслуживался разве что стабилизатор поперечной устойчивости. Вся подвеска SRX весьма масштабная в плане, например, толщины тех же самых компонентов. И даже сам пруд стабилизатора поперечной устойчивости в данном случае имеет диаметр порядка полутора сантиметров. То есть это весьма и весьма внушительный с виду узел, способный выдерживать значительные нагрузки. Что касается системы полного привода, при осмотре Cadillac SRX в обязательном порядке первоочередно нужно проконтролировать состояние подвесных подшипников кардана. Кардан здесь длинны и в данном случае имеет две опоры. Опоры эти официально отдельно от кардана не меняются. Конечно, можно изыскивать какие-то обходные пути, но в любом случае это затраты. Если не денежные напрямую, то временные. Поэтому при осмотре убедитесь, что кардан не потребует затрат. Что касается самой схемы полного привода, то на данных автомобилях основной момент идет на переднюю ось, а задняя ось подключается в работу при помощи муфты Haldex. Подобную схему мы видим на моделях концерна VAC, например, на том же Volkswagen Tiguan. Но из интересного на SRX, несмотря на то, что это не полноценный внедорожник, а все-таки кроссовер, помимо муфты, подключающей заднюю ось в работу, в заднем редукторе есть еще и ЛСД-блокировка. То есть автоматическая блокировка, позволяющая двум колесам задней оси вращаться одновременно. Что благоприятным образом сказывается на возможности этого автомобиля стартовать на скользком покрытии при плохом сцеплении с дорогой, а также на проходимости в целом. Также при выборе подобного автомобиля следует помнить про то, что выявленный гул, например, ступичного подшипника будет хорошим поводом для торга, поскольку на SRX подшипники меняются только в сборе со ступицей и стоят недешево. И то же самое касается оригинальных амортизаторов, если они на автомобиле еще стоят оригинальные. Но повторимся, подвеска крепкая, а по системе полного привода на этих машинах в принципе каких-то нареканий практически не было. Ну а теперь подведем выводы под всем вышесказанным про Cadillac SRX. При осмотре подобного автомобиля, если вы задались целью приобрести себе подобный кроссовер, первоочередно смотрим кузов на предмет отсутствия следов коррозии в характерных местах, либо эти вещи должны быть качественно устранены. По двигателю основное внимание на цепи ГРМ и на насос высокого давления, как на основные факторы риска. Коробка передачная SRX, если она просто исправно работает и при этом предыдущий собственник не ленился ее нормально обслуживать, не должна вызвать каких-либо головных болей. То же самое касается и системы полного привода. Ну а подвеска, несмотря на наличие достаточно небюджетных компонентов, тех же самых амортизаторов либо ступичных подшипников, достаточно долговечна. И будучи единовременно приведенной в порядок, причем может быть не вами, а как раз предыдущим владельцам она будет способна прослужить довольно долго, как в годах, так и в сотнях тысячах километров пробега. Таким образом, в целом, противопоказаний к покупке данного автомобиля практически нет. Если вы готовы его обслуживать и содержать, и вас не пугает некоторая неформатность подобной машины, вы вполне можете рассмотреть для себя этот вариант. Так что, в общем и в целом, на самом деле, по совокупности, это довольно-таки неплохой вариант. Также, если у вас был или есть до сих пор Cadillac SRX второй генерации, на котором вы проехали не одну сотню тысяч километров, и вам есть чем с нами поделиться, чем нас дополнить и в чем нас поправить, обязательно укажите все это в комментариях. Людям, которые выбирают себе подобную машину, именно ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Ну, а если вас заинтересовал конкретный экземпляр на нашем подъемнике, то есть приличный шанс, что к моменту выхода видео в эфир машина еще будет находиться у нас на продаже в компании RDM Import в городе Новосибирске. Все интересующие вас подробности по конкретному автомобилю вы можете узнать, воспользовавшись контактной информацией под этим видео. Звоните, пишите. Спасибо за просмотр и хорошего вам дня. До новых встреч на канале. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok